Илья Ивановна отозвал посла из Минска. Пашиняна возмутили слова Лукашенко о победе Азербайджана. Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Ни один официальный представитель Армении не посетит, заявил Пашинян. Пашиняна возмутили слова Лукашенко, сказанные на встрече с Алиевым 16 мая этого года. Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно, это очень важно, очень важно удержать эту победу. Можете себе представить, то есть Лукашенко является членом УДКБ, то что я говорю, вот выше, да, путинский дружок. Путин является членом УДКБ. Такие же разговоры наверняка ввел. И они там ввели разговоры, как Алиев будет освобождать Армению, а Азербайджан не член УДКБ. А Армения член УДКБ. То есть сдали союзничков своих с потрохами. И причем этого не стесняются. Ну вот французские газеты, и не только французские, в частности Financial Times, говорят, что авантюра Макрона по распуску национального собрания и досрочным выборам становится все более опасной для него самого. Ну да, то есть понятно, что он не мог бы остаться без своего поста, если бы просто там какие-то в Европарламент избрались. Ну избрались и избрать, да и хрен с ним. А тут он распустил Нижнюю Палату, теперь социалисты там идут самостоятельно. Судя по всему, они блок сколачивают. Но, кстати, это они не будут в любом случае проголосовать так же, как ЛИПР. Поэтому, но в любом случае они могут проголосовать за импичмент Макрона. И тогда все. Тогда он, так бы он мог еще, сколько у него там, почти три с лишним года, да, еще полномочий. А так все, он может лишиться их. Макрону сделали предложение, от которого он не смог отказаться, пишет Рафаэль. Не исключено. Рафаэль, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но если ты спросишь мое мнение, не исключено. Эрдоган что-то будет делать с Рашкой? Он уже делает. Эрдоган, ну, как бы очень серьезный игрок. Ну, во-первых, он сейчас физически не очень хорошо себя чувствует, судя по всему. И своего зятя двигает, конечно. Очень хочет он, чтобы Сиджук, этот Байрактар, занял его место. Очень хочет. Получится у него или нет, я не знаю. И если получится, то тот такой паренек-то головастый. У него, ну, видите, он дроны разрабатывает, самолеты беспилотные разрабатывает. Он организатор очень хороший. И перелицовывать может все что угодно. Там вертолеты какие-нибудь Август отделывать беспилотниками и прочее, прочее. То есть, реальный чувак. А, конечно же, такой любит взять, пишет на этот счет, я не знаю. Мне кажется, его взять более такой, как бы продвинутый. То есть, отличается от воров и жуликов феодального пошива. Да, он такой более современный. Поэтому, конечно, представляет колоссальную опасность для территории России, где проживает большое количество тюркоязычных народов. И я думаю, что в России, когда начнет лопаться, разрываться, как лоскутное одеяло, это мгновенно сработает. Иностранца, значит, в Ганне объявили в краже пенисов у людей перед мечетью. То есть, он подошел, спросил у людей, какой-то 35-летний Таябу Элиазу и 24-летнего Асана Гарибу. Мужчины заявили, что их гениталии исчезли после того, как 5 июня перед центральной мечетью им пожал руку некий Абубакар Танко. Мужчины заявили, что он спросил, где можно остановиться на ночлег, так как не успевал вернуться на родину. Они показали ему, где можно остановиться, и купили немного риса, чтобы поужинать. В этот момент мужчины осознали, что их пенисы уменьшились в размерах или вовсе исчезли. Но потом они его долго били всей толпой этого Танко. Он сейчас в больнице находится. Пенисы вернулись, естественно, на свое место, но у всех стали меньше. Вот видите, то есть теперь они, их будут, женщины спрашивают, а что у вас такие маленькие? Они скажут, да у нас вот этот Танко их забрал, пенисы. Представляете, такая бредятина. Это 21 век. А вот кандидат на должность мэра в США заявил, что вместо него городом будет руководить искусственный интеллект. Кандидат на должность городского главы Шайена, штат Вайоминг, Виктор Миллер, заявил, что в случае победы городом будет руководить созданный чат на основе нейросети под названием ВИК. Я понял, что эта организация намного умнее меня и, что важнее, намного лучше некоторых внешних государственных служб, которых я вижу. В этом смысле он абсолютно прав, но не видеть дальше это преступление просто. То есть сейчас это такой кичуха, такой вариант на выборах заявить о том, что, ну как, если не Путин, то кот, да, во многих городах США и Канады выбирает. Там котов, собак на должность мэров это уже было. А здесь вот видите искусственный интеллект, но эта игра очень плохая. То есть если собака или кошка, она не станет в конце концов государством, то искусственный интеллект в конце концов станет государством. И нужно всегда понимать. Да, использовать в работе муниципальные службы и государственных служб обязательно надо. Искусственный интеллект и серьезно, но понимать, где эта грань и обязательно не передавать те полномочия, которые, передача которых будет фатальна. А люди это не понимают, кроме всего прочего, я говорю, люди завистливы. То есть будут сокращать какие-то должности для того, чтобы передать искусственному интеллекту, чтобы только этот не сидел. Люди корыстны, да, будут свою работу передавать, ну и ленивы, чтобы искусственный интеллект за них делал, а не деньги получали. Ну и так далее. И в конце концов они будут передавать столько, 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 а потом передадут все. И вот это вот, и так будет обязательно. По-другому просто быть не может. Если вот, как бы, подходить с позиции Виктора Миллера. А если подходить с нашей позиции, то между государством и искусственным интеллектом обязательно должен стоять народ. Должно быть прямой народовластие, кибернародовластие. Тогда мы замедлим этот процесс, но не отменим его. Пока мы его замедлили, будем что-то придумывать. Но в любом случае, если человек не станет роботоподобным, то искусственный интеллект, став государством, поработит этого человека и уничтожит. Вячеслав, согласны с моим прогнозом, что в одной стране ей смогут прийти к власти военные? Я думаю, что сейчас такая возможность существует, наверное, только в Греции. Теоретически это не обязательно. Ну, где это может случиться? Да, давайте, наоборот, методом исключения. Это не может случиться во Франции пока. Пока. Это пока не может случиться в Германии. Это пока не может случиться в Австрии, да, там, в Италии пока не может случиться. Это может случиться в Греции. Ну, и смотря, что мы считаем, да, Евросоюзом. То есть это теоретически может случиться в Польше. Теоретически. Может такое произойти, если там произойдут некоторые события эпохальные. Да. Ну, опять же, это, наверное, не в течение года. То есть срок должен быть чуть побольше. Турции могут, конечно. Ну, Турция, условно, во-первых, она не Евросоюз. Во-вторых, когда Пердаган говорит, что Турция – это Европа, ну, имея в виду, что часть Турции находится на европейской стороне. Дядя Слава, что будет делать Китай в будущем? Будет экспансию делать с Рашкой? Нет, Китаю интересно поработить этот мир совершенно другим путем, при помощи технологий. Да, то есть, и очень у него это хорошо получается. Если вдруг что-то пойдет не так, Китай, я думаю, не может применять и физическую силу, и оружие. Но они будут до конца пытаться получить все на халяву и не воевать. То есть до конца Китай будет пытаться из себя изображать миротворца. Слава, задам вопрос, который вам сломает голову. Что делать с тысячами сумасшедших в Нью-Йорке и десятками тысяч по стране? И причем эти люди уже неизлечимы, можете ответить. Нужно менять режим, и все, и эти люди сразу излечатся. Понимаете, масса людей, которые являются государственными рабами. Если поменяется государство и их направление, они не станут менее сумасшедшими, но они будут действовать в другом направлении, в том, в котором им скажут. Это первое. Второе, ну, я говорю, нужно создать производственные отношения, соответствующие периоду. То есть, если период киберализма и производительные силы кибералистические, то нужно создавать производственные отношения такие же. И, соответственно, будет способ производства. Как вот есть капиталистический способ производства, был до этого феодальный, и это будет кибералистический способ производства. И все. И люди сразу вылечатся. Посмотрите, вот капитализм, когда вышел в свою начальную стадию, такую победившую стадию, победившую, когда началось первоначальное накопление капитала, какие люди счастливые-то были описаны. Ну, не все, конечно. То есть, есть произведения о том, какие, наоборот, некоторые были несчастные. Но в основном все-таки о счастье, о буржуазии, особенно французская литература. И посмотрите, что произошло потом, когда капитализм получил второе развитие, вторую волну. Когда атомная энергетика появилась и прочее, и прочее. То есть, тоже всем очень хорошо было в капиталистическом обществе райская жизнь на Земле. В 80-е годы, 90-е годы. Я имею в виду капиталистическое мире. И что происходит сейчас. Так что, бытие определяет сознание. Дорогой Вячеслав, я в Израиле с 91-го года. Озвучьте, пожалуйста, пользуясь слушать. Невозможно получить лицензию личную на оружие. Я в двух армиях отслужил. Да. В Саид, Халя. Что я могу сказать, Борис? Это совершенно очевидно. Почему? Потому что государство Израиль, как и любое государство, всегда дрейфует в сторону, так сказать, тоталитарного режима. Автократии такой. То есть, поэтому абсолютно государству не нужно, чтобы обычные люди имели оружие. А если вы военнослужащие, вам дадут оружие. Полицейские дадут оружие. Если вы служите государству. А если вы не служите государству, оно не хочет вас вооружать по многим причинам. Но первая причина, потому что оно, это государство, боится, что когда-то вы выскажете несогласие. То есть, априори, государство считает, что вы всегда должны быть согласны. Если вы не согласны, ну, как бы, без насилия, то есть, добровольно, то тогда будет применено насилие, и вы бы согласитесь благодаря насилию. И все. Это самый простой государственный вариант. И в Израиле он очень здорово раскручивается. Но для того и есть там народ, который особенный такой, который не должен дать, и я уверен, что он не даст государству стать окончательно фашистским. Безусловно. Он сможет за себя постоять, народ. Потому что государство, ну, не может, понимаете, идеология государственная доминировать. Ну, евреи – это древняя нация, да, и долгое время жили без всякого государства, и все было нормально, да. Ну, не все было нормально, но как-то выживали. И поэтому сказать, что идеологией там евреев должно быть доминирование национального государства, ну, это глупость. Как же это так? Этого быть не может. Но национальное государство, как вы видите, пытается доминировать. И это путь в очень, ну, к нехорошему положению, когда придется спротивляться народу. И там государство почему-то этого не понимает. Ну, наверное, потому что... Потому что многие этого не понимают.